Доброе утро, друзья! У микрофона Арина Ефимова, в студии Балтиклюс, также моя коллега Ирина Мак. И замечательный у нас сегодня гости Илья Марьямов, директор клуба «Икселинг», организатор регаты 6МХ, а также Дмитрий Зарицкий, директор спортивной школы «Янтарный парус», вице-президент Федерации парусного спорта. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Калининград! Да, сегодня мы поговорим о том, что с 12 по 14 апреля в Калининграде состоится шестая по счету парусная регата «Кубок 6МХ». О ней сегодня и поговорим. Давайте начнем с того, что такое парусная регата. Потому что, когда слышишь слово «парусная», на ум приходит какая-то большая яхта. Ну, не знаю, у меня так, по крайней мере. У меня тоже, да. Совершенно так. Ну, парусная регата, она бывает разная, да, то есть с разными лодками, с разными размерами, с разным форматом. В данном случае у нас это будут спортивные такие любительские яхты G-70, которые стоят в Калининграде постоянно. Вот, это динамично-спортивно-интересная лодка. То есть команда там 4-5 человек обычно. Вот, ну, это соревнования, это будет дистанция, это будут судьи, знаки, их будут яхты огибать. Это красиво, интересное зрелище, на самом деле, при наличии там ветра разной силы, то есть это интересно, интересно, тактическая такая борьба. Какие команды будут принимать участие в соревновании? Откуда они? Ух, у нас много. У нас в этот раз приезжают вообще из разных-разных уголков. Есть, ну, понятно, что есть калининградские команды, есть команды из Москвы, Питера, Ижевска даже. То есть есть сборные экипажа с разных городов, то есть когда люди собрались. Снежинск представлено, мне кажется. Что, простите? Снежинск. Да, Снежинск представлено, да. То есть у нас действительно, ну, полстраны охватываем. Практически всероссийская регата. Ну, она всероссийская есть, она в календаре Всероссийской Федерации Паруского Спорта и Минспорта и КП Калининграда. Такие регата, они проводятся ежегодно? Ну, данная регата, она у нас уже традиционная становится, да, мы ее проводили в свое время, начали, мы это все делали в Севастополе, вот, потом там в Москве проводили этап, и потом решили вот провести в Калининграде в прошлом году пробную такую шарику, катнули, нам всем понравилось. В этом году решили повторить, в общем, я думаю, что она будет традиционная, надеюсь, что будет полностью успехом. Интересно, на каком водоеме проходит регата? Ну, это верхнее озеро, это центр города, чтобы всем было, было что посмотреть, и было интересно, и больше внимания было к парусу. То есть даже далеко ехать не надо, в принципе, все в центре. Да, можно сесть, пить чашечку кофе и смотреть на регату. А вообще, какие условия водоема нужны для парусной регаты? Это должны быть волны или, наоборот, должен быть штиль? И какие погодные условия могут помешать проведению? Ну, по проведению помешать может полное отсутствие ветра или, соответственно, очень сильный ветер, когда, ну, это уже не гонки, не соревнования, а борьба за выживание. Поэтому вот есть два критерия, при которых, наверное, да, Дима? Да, на верхнем озере это трудно представить, штормов в центре города не бывает, тем не менее, в общем, может быть очень сильный ветер. Вот эти выходные мы проводили регату, такую разминочную в этом сезоне, вот, и первый день был сильный порывистый ветер, поэтому нам, в общем, немножко было нервно, и судим, и тем, кто обеспечил безопасность, потому что, то и дело, яхты пытались, иногда не справляясь с управлением, пытались близко сходиться друг с другом или сходиться с набережной, она бетонная, поэтому было не очень спокойно. Тем не менее, в общем, все отлично прошло, и центр города действительно это своего рода как будто в контактном зоопарке. Мне показалось, что несколько тысяч горожан и гостей города в этот момент были на набережной, и лучшего места для популяризации парусного спорта, лучшего способа для популяризации парусного спорта просто не придумать, потому что огромное количество людей действительно было. Давайте для тех, кто не знает, напомним правила вообще парусной регаты. Кто считается победителем в этой гонке? Ну, кто первый правильно пройдет дистанцию. А правильно это как? Ну, обогнется все знаки в нужном порядке с нужной стороны. Ага, то есть там есть какой-то определенный маршрут, который нужно пройти, взять какие-то точки, да? Да, да, ну ставятся знаки, специально дистанция. И большие оранжевые буи, их видно, и эти оранжевые буи надо обогнуть в правильной последовательности, то есть, как правило, это старт, потом после этого две петли с огибанием вот одного и второго этого знака, и финиш там же, где и был старт. То есть достаточно простая дистанция, она на верхнем озере у нас обычно занимает 12-15 минут, ее легко смотреть, легко понимать, что происходит, плюс на берегу мы надеемся, что у нас получится, будет комментатор, который сможет обычным людям, праздным зевакам сможет объяснить, что происходит на воде, какие команды и кто побеждает и так далее. Ну, мы планируем трансляцию, да, то есть какую-то сделать, чтобы это было интереснее. Какими навыками должен обладать спортсмен, который занимается парусным спортом? Ну, тут все просто на самом деле, да, как мне в детстве говорили, парусный спорт, он для средних умов, умный не станет, дурак не сможет, да? Вот, ну, включая голову, да, достаточно быструю реакцию, в общем, тут даже физическая сила не так важна, важна быстрота и правильность действий, вот и все. Ну, там же действуют все аэродинамические, то есть вы же наверняка есть список тех умений, которые нужно знать, физических там. Да, все верно, я чуть не соглашусь с Ильей, бытует мнение, что парусный спорт это шахматы на воде, это один из самых сложных, технически сложных видов спорта, и для того, чтобы побеждать в парусных регатах, нужно, помимо физической силы, нужна еще незаурядная подготовка во всех аспектах, не без исключения. Понятно, на больших яхтах есть разделение функций, есть отдельные метеорологи, есть отдельные тактики, есть отдельно те, кто настраивает паруса, те, кто там, и так далее, и так далее. На маленьких лодках все эти функции совмещены практически там в одном или двух членах экипажа, поэтому нужно все знать, все уметь, и нужно понимать, что происходит вокруг тебя, как ты взаимодействуешь с соперниками, с конкурентами, с природой, с погодой, с изменениями ветра, с силой ветра и так далее. Поэтому это достаточно сложный, технически сложный вид спорта. Ну и физуха, конечно, физуха. Раньше, когда яхты были тяжелые, паруса маленькие, это было давно, самым главным было предчувствие погоды, вот эти вот знания метеорологического условия и так далее, потому что дистанции были длинные, там в среднем олимпийская гонка продолжалась 2,5-3 часа. Сейчас перешли в режим спринта, сейчас в среднем гонка 20 минут, 30 минут, поэтому уже меньше требуется вот такого длинного прогнозирования и больше требуется физуха, потому что если ты 20-30 минут в состоянии пробыть, когда у тебя пульс в максимальном положении и когда у тебя весь остальной организм работает в режиме стресса, значит, ты в состоянии победить. Если ты в этом состоянии теряешься, у тебя не хватает везухи, и ты думаешь, скорее бы это закончилось, ну, ты проиграл. А вес участника важен, потому что так кажется, что чем легче, тем легче. Это обманчиво, потому что здесь важна золотая середина, вот, например, на яхтах, на которых мы гоняемся, класс G70, международный класс, 410 килограмм, оптимальный вес экипажа. То есть это, в общем, 4 или 5 человек, соответственно, там 4 крупных, либо там 4 крупных плюс там какой-нибудь средний вес. Если мало веса, то, казалось бы, ты будешь побеждать в легкие ветра, в слабые ветра, но если гонка, вернее, регаты обычно длится там 3-4-5 дней, там топовые регаты длятся неделю, за эту неделю нельзя менять экипаж. И если у тебя там пару дней будет слабый ветер, а остальные дни будет сильный ветер, то, соответственно, с легким экипажем ты не сможешь просто лодку откренивать и так далее. Поэтому тут баланс важен. Как долго обучаться нужно парусному спорту? Всю жизнь. Всю жизнь можно обучать. Это, наверное, уже образ жизни, да? Это именно образ жизни, правильно, да. Это больше, чем спорт, это образ жизни. В принципе, в парусном спорте можно прийти в любом возрасте. Это такой вид спорта, когда можно прийти в любом возрасте и можно продолжать заниматься спортом практически до любого возраста. Классический пример, который обычно приводится во всех учебниках по парусному спорту, это Пауэлли Стрэм, Датчанин, он 7 раз участвовал в Олимпиадах. Это самый продолжительный возраст участника Олимпийских игр. Он последний раз участвовал, ему было 74 или 76 лет, да, он участвовал с внучкой. С внучкой? Да, да. Это уже династия целая. Причем не на каком-нибудь там, не на какой-нибудь яхте, на которой все безопасно и есть моторы, а на катамаране, который между собой мы называем бешеная табуретка. Это реально, в общем, короче, две лыжи, на них сверху как-то непонятно в каком-то положении сидят люди, и они, в общем, должны гоняться. Поэтому в 70 с лишним лет в олимпийской дисциплине выступать, и он занял, в общем, место в десятке, там, по-моему, то ли седьмой, то ли восьмой был. То есть это для нас это... Отличный результат. Да, это очень-очень интересно. Хочется узнать, вообще много ли у нас в Калининграде любителей парусного спорта? Именно любителей, не профессионалов. К сожалению, пока немного. Мы не можем похвастаться большой массовостью. Мы делаем все возможное с года в год, чтобы увеличить это количество. Но пока, я скажу, что мы там чуть ли не удваиваемся каждый год, но пока это еще, в общем, незначимые цифры. Я думаю, что в Калининграде пик популярности парусного спорта пришелся на конец 80-х. Это было эхо Олимпиады 80, потому что Олимпиада была рядом, это был Таллинн. Также на... как тренировочные базы претендовали Рига, Ленинград и Калининград. Вот, поэтому в Калининграде сразу после Олимпиады был, в общем, бум. И было очень много яхт, было целых шесть школ, были яхт-клубы. И, в общем, было много-много всего. Потом были 90-е, когда это все, в общем, похерилось. Погиблось, да. Да, к сожалению, да. И вот последние годы мы видим, что растет. И из-за того, что мы в этом участвуем активно, стараемся, из-за того, что люди стали больше обращать внимание на спорт, на активный досуг, на еще какие-то вещи. Спасибо губернатору, он показывает хороший пример, катается на кайте. Это тоже дисциплина поросного спорта. Есть много любителей, которые участвуют и тренируются на виндсерфинге. Это тоже дисциплина поросного спорта. Зимний виндсерфинг, летний. Ну и, конечно, яхты. Много детей сейчас занимается. Сейчас у нас в школе занимается около сотни детей. И летом их количество удваивается. Плюс лагерь все лето. И мы сейчас, вот благодаря тому, что администрация Калининграда два года назад позволила нам открыть отделение на Верхнем озере, конечно, мы очень сильно из-за этого отделения увеличили количество желающих заниматься и количество занимающихся. Потому что это центр города, красивое место. Ну, многие ведь занимаются, да, семьями. То есть чаще отец приводит сына на парусный спорт или сын заинтересовывает отца? По-разному бывает. Мы столкнулись с тем, что раньше таким образом работало, что мы ходили по школам с открытыми уроками, приглашали, зазывали, дети приходили. В какой-то момент мы обратили внимание, что когда мы проводим регаты для взрослых, для любительских, и приглашаем туда взрослых людей, взрослые приходят, заинтересовываются, и потом они приводят своих детей. В этом случае это работает лучше, потому что тогда уже родители понимают, что они делают в парусном спорте, как нужно подготовиться, как нужно одеться, что нужно с собой взять, как нужно физически подготовиться. И тогда результативность лучше, и тогда мотивация выше, да, потому что дети, как правило, видят, что делают родители, им интереснее. Ну, конечно, мы не можем быть другими, чем наши родители. А сезонность вообще присутствует у этого спорта? Когда он начинается сезон, и когда заканчивается? Раньше мы считали, что сезон в Калининграде очень короткий, он примерно 3 месяца. Последние 5-6 лет, может быть, из-за того, что глобальное потепление, может быть, из-за того, что мы стали более... Вносливее. Мегетревовательнее к погоде. Да, да, да. Вносливее, экипирование. Вот, экипировка, скорее всего, стала более современная. Мегетревовка стала больше, она стала более технологичная. Вот, мы сейчас начинаем сезон в начале марта, ну, вот мы уже месяц на воде, и заканчиваем сезон в середине декабря. То есть, в общем, практически это типичный средиземноморский сезон, когда январь-февраль, там, половина марта выбрасываются из-за ужасной погоды, а все остальное время, в общем, можно. Ну, это одна из причин, почему Кубок 6 МХ на самом деле в Калининграде, да, то есть, потому что там во всех других, в большинстве регионов нашей страны вода еще твердая, да, и здесь уже можно гоняться, вот, там, вчера вся шикарная погода, то есть, уже почти лето. А вот подобную регату возможно провести на Балтийском море? Вот, хотела спросить. Конечно, можно провести на Балтийском море. Конечно, мы планируем в том числе проведение каких-то турниров любительских, профессиональных на море, но сейчас на море практически нет ни одного места, где были бы условия, за исключением Балтийска, например. То есть, для того, чтобы провести регату, нужна защищенная стоянка для катеров обеспечения, для яхт, которые участвуют, и для того, чтобы можно было безопасно выходить на дистанцию и возвращаться. Мы заложники погоды, поэтому это важно. Ни в Зеленоградске, ни в Светлогорске таких возможностей нет. В Пионерском есть, но весьма ограниченные, из-за того, что там стройка порта, соответственно, мы не можем даже на какое-то время стоять в порту и пользоваться. Там, 10 лет назад, 8 лет назад мы использовали Пионерск активно, но сейчас из-за того, что там стройка достаточно сложная. В Пионерске есть школа, отделение, парусное отделение в Шор Пионерского. Там хорошие результаты, ребята тренируются постоянно на море, у них хороший накат на волну, на сильный ветер. И мы, в общем, используем эту акваторию в том числе для подготовки. Ну, со временем, я думаю, что... Будет инфраструктура, я думаю, что будет, будет, будет и... Мы надеемся, что построится Балтартек, и что там будет возможность в том числе заниматься парусным спортом. Это замечательное место, потому что это на море и с круглогодичным проживанием рядом. Вот. В Балтийске будет развиваться инфраструктура, есть планы, я видел, что есть подтверждение того, что это будет. Но такие активные морские волны, они скорее помогают или затрудняют положение спортсменов? Да, это скорее условия игры. Условия игры, да. Условия игры, и тогда, когда... Ведь это спорт, поэтому к ответственным соревнованиям нужно готовиться. И там сейчас сложности с выездом и с участием российских спортсменов на топовых международных регатах, в том числе на Олимпийских играх. Но тогда, когда были доступны эти турниры, к нам приезжали спортсмены, которые перед чемпионатом мира, перед чемпионатами Европы тренировались в наших условиях. То есть, если чемпионат мира проходил в Мидомблике, в Голландии, то это практически условия, как на Калининградском заливе, поэтому приходили к нам и тренировались. То есть, если регата в Эрнамюнде, это практически условия пионерского, и тренировались там, поэтому... Мне хочется у вас спросить, сколько команды должны тренироваться перед соревнованиями? И тишина. Потому что это достаточно сложный вопрос, да? То есть, если мы рассматриваем любительское соревнование, если вы хотите победить, люди едут гоняться, чтобы победить, наверное, да? То есть, тренировки, это долго, это как любой спорт, да? Не надо обесценивать парус, да? Не надо думать, что ты пришел, за два дня походил, и все, и ты чемпион. Да, это долгий процесс, долгий путь, на самом деле. Это навык, это умение, это знание, это реально сложно. Действительно, мы до этого говорили, это физподготовка, на самом деле, потому что тяжело. Вот гонялись, был сильный ветер, ну, я гонялся. И так как я редко гоняю сейчас, к сожалению, да, ну, в связи с того, что мы больше организуем соревнования, там, судим, организуем, вот, ну, тяжело. Синдром детермированности, он такой. Ну, да, если мы говорим о том, что сезон вот начался в марте, а вот когда сезона нет, чем занимаются спортсмены? Они как-то в зале тренируются, чтобы навыки не терять? Ну, есть теория, есть зал, да, да, есть навыки. Можно ездить в теплые регионы хотя бы иногда, то есть, да, там, ну, надо какие-то сборы устраивать, там, выезжать на регаты, там, у нас есть южное побережье, где тепло, хорошо, есть флоты чартерные, то есть можно попробовать. Их не так много, к сожалению, но, в принципе, выехать потренироваться за зиму, там, пару-тройку раз можно, чтобы не... Это именно мы говорим про любительский спорт, мы не говорим про профессионалов, про спорт высших достижений, мы этого не касаемся, потому что это отдельный космос. Профессионал весь календарь расписан, весь год. Да, весь год он, там, нон-стопом, да, это сборы по, там, месяцу, по два, то есть это такой вот. Ну, а для детей в детской школе у нас обязательно вообще физическая подготовка всю зиму, то есть мы с середины ноября и до середины апреля мы работаем в спортзалах, работаем в бассейнах. Немножко теории, немножко ближе уже к сезону. Подготовка яхт к сезону, это обязательный навык, потому что если дети не будут уметь следить за своими яхтами, они не смогут, по мере того, как они будут вырастать, не смогут добиться максимальной скорости, если не будут знать, как за этим следить. Вот, и, конечно, обязательно, как я уже сказал, общая физическая подготовка, это два-три раза в неделю обязательно зал, обязательно бассейн. А падают за борт? Мне, в первую очередь, вопрос очень интересен. Ну, падение за борт, ну, в детском варианте, это, ну, нормальная история, да. Поэтому бассейн, да? Дети должны уметь плавать, это, ну, по всему. Ну, бассейн, бассейн, на самом деле, плавание лучше любого другого вида физической активности, закаливает тело, развивает гибкость, выносливость, дыхалку, там и все остальное. Поэтому плавание обязательно, я считаю, что, я сам всю зиму хожу в бассейн и считаю, что плавание это обязательный элемент. Вот, молодежь и взрослые, в принципе, тоже мы проводим там два раза в неделю. Из числа наших студентов есть активисты, которые ведут ОФП, и мы, соответственно, будем считать, что это практически группа ЛФК. Мы занимаемся с желающими, и это, в общем... Ну, и раз в неделю, или раз в две недели проводим или семинар, обучающий разборы. Да, разборы прошлых гонок, видео смотрим, смотрим там, кто как, где проиграл, анализируем там для того, чтобы не было. А с какого возраста все-таки можно начинать заниматься? Все-таки я не представляю, прям маленького ребенка. Можно заниматься, начиная с любого возраста. Это закон о спорте, и наши подзаконные акты так написаны, что раньше 9 лет мы не имеем права зачислять школу. У нас есть группы подготовительные, это от 7 до 9 лет, где детки начинают заниматься. Это пока не про спорт, это пока больше просто для того, чтобы занять... Культуры и занять, да. Да, да, занять такие. Мы подбираем физическую активность для того, чтобы она была максимально приближена к тому, что будет заниматься в спорте. Вяжем узелки, собираем пруса, вооружаем лодки, готовим, выходим там, если хорошая погода, выходим там, делаем там маленькие тренировочки для детей и так далее. Просто для того, чтобы сконцентрировать. Давайте напомним, какое мероприятие пройдет уже на этих выходных, где можно будет посмотреть и что будет интересного. Ну, на этих выходных будет кубок 6МХ, это на самом деле 6МХ, это морские хронометры, да. Ой, я думаю, что за буквы МХ, морские хронометры. На самом деле я, конечно, сделал немножко это самое. То есть бренд 6МХ, это из советского времени завод Полет делал морские хронометры. Да, он до сих пор делает морские хронометры, всего два предприятия в мире делают такие часы, которые ставятся на там все суда и корабли, которые выходят в море, да. Да, сигнал точного времени в штурмовской рубке должен быть обязательно. Соответственно, есть немецкая компания и есть завод Полет. Полет Хронос, который делает это. И 6МХ, как раз это наручные часы, они запустили линейку, которую дают в призы. У нас в призах будут часы. О-о-о. Здорово. Красивые наручные часы. Наш вариант Ролик. Есть ради чего выигрывать. Да, да, на самом деле это действительно наш вариант Роликса. Я надеюсь, что мы дорастем до аналога Роликс Кап, да, там какой-нибудь там 600-мильной гонки. Вот, ну... Я скажу, что Роликс спонсирует самые главные парусные регаты, это 6 регат топовые. Ну, поэтому, как Илья сказал, да, хочется дорасти. Хочется дорасти, хотя бы там, да, ну, прицелиться, так как у нас нет сейчас возможности активно ездить на эти истории. Вот, хочешь что-то свое. Вот, и, соответственно, ну, это наши друзья хорошие, там, они очень радеют за парусные спорты, все это нравится. Ну, потому что море, они делают морские часы, соответственно, почему не поучаствовать, не поучаствовать, поддержать, поддержать. Это не спонсорство, это, скорее всего, партнерство. Не спонсорство, это партнерство, это дружба, это тут все, все, все на самом деле здесь устроено, все не на деньгах, все устроено на дружеских отношениях, на таком, ну, развитии, да, то есть хочется, чтобы это было красиво, чтобы было здорово. Для тех, кто хочет поддержать, прийти спортсменов и посмотреть на зрелищные соревнования, во сколько это все будет? Мы планируем в 11, 30, 12 где-то начнется у нас само соревнование в субботу, это будет 13 число. То есть, скажем, пик будет там с 12 до 4 будет? Да, с 12 до 4 будет самое активное движение. Да, в любое время можно подходить, потому что гонки будут одна за другой, будут вот все это время, вот это вот мы называем это гоночным окном, обычно с 11, 30 там до 16, 16, 30 мы на воде, в зависимости от погоды, от прочих вещей, вот, но в любое время можно подойти, можно посмотреть, что будет происходить на Верхнем озере, мы думаем, что будет комментатор, и мы, будет возможность людям, которым будет интересно... Ну, что-то узнать, на самом деле понять, что происходит, да, и, соответственно... Ну, и хотя бы посмотреть красивое зрелище, занимать лучшие места! Обещаем, да, то есть, ну и такое же гоночное окно будет у нас в воскресенье, то есть, оно будет пораньше, что с 11, ну, также где-то до 16, то есть, можно в любое время приходить, смотреть... Да, традиционный парусный спорт, он не имеет вот этого ярко выраженного стадионного характера, потому что все-таки он достаточно сложный, обычно яхты уходят куда-то далеко в море, где-то там на горизонте гоняются, потом возвращаются, непонятно, что там происходило... А здесь будет все видно, перед глазами! Да, здесь будет все видно, да, мы однажды видели, как это в Швейцарии происходит на озере Санкт-Марис, там прям трибуны стоят слева-справа вдоль озера, и комментаторы профессиональные, табло с результатами и так далее. Ну, все, запланировали грядущие выходные, в студии Балтик Плюс были Илья Марьямов, директор клуба «Экселлинг», организатор регаты 6МХ, Дмитрий Зарицкий, директор спортивной школы «Интарный парус», вице-президент Федерации парусного спорта. Спасибо за эфир! Спасибо вам! Спасибо вам, ждем всех!